Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре речь пойдет об ультразуме Sony Cybershot H100. Тур поездки, съемка дикой природы или же просто запечатление жизни улицы в живых интересных кадрах, все это перестало быть достоянием элитных дорогих фотоаппаратов. На сегодняшний день рынок предлагает большое количество решений по доступной для рядового фотолюбителя цене. Sony H100 один из таких фотоаппаратов. Оборудована камера CCD-матрицы с разрешением 16 мегапикселей. Ее физический размер 1,2,3 дюйма, а диапазон чувствительности от 80 до 1600 ISO. Объектив H100 может похвастаться весьма хорошими параметрами. Так, на широком угле оптика ультразума выдаст 25 мм, а в телеположении целых 525. В общей сложности фотоаппарат обладает 21-кратным коэффициентом масштабирования. А для того, чтобы ваши фото были четкими даже при съемке на больших расстояниях, объектив оборудован оптической стабилизацией изображения. Обработкой информации в камере занимается графический процессор Beons. Габаритный тяжелый корпус Sony H100 может вызвать как положительные, так и негативные эмоции. С одной стороны, камера весьма удобно лежит в руках, так как большая рукоять обеспечивает надежный хват даже на вытянутой руке, но в то же время вес в полкилограмма напомнит о себе во время длительных путешествий. Изготовлена оболочка фотоаппарата из пластика среднего качества. Места соприкосновения с рукой прорезинены, что поможет пользователю держать H100 во время съемки. Но вот крышечка, закрывающая объектив, в нашем экземпляре фиксируется не очень надежно. Передняя часть фотоаппарата занята шахтой объектива, активатором вспышки и лампой подсветки автофокуса. Сверху находится вспышка, микрофон, клавиша активации питания, диск выбора режимов съемки, регулятор зума и кнопка спуска затвора. Сзади нашел свое место дисплей, клавиша просмотра отснятого материала, входа в меню, вызова справочной информации, а также многофункциональный джойстик с кнопкой подтверждения действий по центру. Экран H100 обладает диагональю в 3 дюйма и разрешением в 461 тысячу точек. Дисплей может похвастаться неплохой цветопередачей и вполне сносными углами обзора. По крайней мере, во время работы нам было весьма удобно оценивать сделанные снимки, несмотря на яркий дневной свет. На левой грани корпуса расположен AVI-USB разъем, а также небольшой динамик. Снизу расположено штативное гнездо, отсек для батареек и слот под карты памяти Memory Stick, SD, SDHC и SDXC. В качестве носителя энергии H100 используется 4 пальчиковых батарейки. В качестве альтернативы можно приобрести аккумуляторы. Управлять ультразумом довольно просто. Все меню камеры сделано в довольно лаконичном стиле. Для наиболее простой съемки на диске выбора режимов присутствует зеленый интеллектуальный автомат. Под закладкой SCN находится ряд сценических режимов, которые помогут сделать качественное фото вне зависимости от условий съемки. Среди них высокая светочувствительность, ночная съемка, ночной портрет, пейзаж, мягкий снимок, коррекция недостатков кожи, пляж, снег, фейерверк, натюрморт и животные. Не менее важен и тот факт, что в Sony H100 реализован комплекс ручных настроек с возможностью регулировки выдержки, диафрагмы, экспозиции, баланса белого и чувствительности матрицы. Также Sony CyberShot H100 умеет снимать видео. Оно HD форматом со скоростью 30 кадров в секунду. Сами ролики среднего качества. Картинка идет плавно. Из минусов стоит заметить, что изображение нередко выходит из фокуса. Качество фото производимых H100 трудно назвать высоким. Посредственная детализация, низкий контраст, довольно специфическая цветопередача. Во всем камера показывает себя как довольно средненький ультразум. Правда, хороших слов заслуживает стабилизатор оптики. Он отлично борется со смазанностью кадра. Потому даже на ходу нам удавалось сделать удачные кадры. Что касается чувствительности матрицы, то рабочим можно считать значения до 400. Более высокие значения не рекомендуется использовать из-за большого количества дефектов и шумов. Sony H100 показался нам весьма противоречивым фотоаппаратом. Он имеет ряд недочетов, которые существенно влияют на впечатление от этой камеры. Но в то же время H100 удобно пользоваться благодаря хорошей эргономике и понятному меню. Он обладает отличными фокусными расстояниями и безусловно найдет своего покупателя. А на сегодня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok